Здравствуйте! В эфире канала «Россия-24» информационная программа «События недели». Глава Республики Рашид Семрезов на этой неделе провел рабочее совещание по вопросу газификации населенных пунктов Карачева-Черкесии и реализации программы, инициированной «Единая Россия» и поддержанной президентом страны по социальной газификации. В совещании приняли участие председатель парламента Александр Иванов, вице-премьер Евгений Поляков и гендиректор «Газпроммежрегионгазчеркесск-Олег Дергачев». Всего по социальной дегазификации принято 3610 заявок, из которых 1543 домовладения уже подключены. Созданы технические условия для газификации еще около 3500 домов. При этом для граждан бесплатно не только подведение газовых труб к границе участка, но и благодаря поддержке из бюджета республики газ подведут бесплатно непосредственно к домовладению. В этом году в четырех населенных пунктах планируется построить и ввести в эксплуатацию более 25 километров разводящих сетей. Будет выполнено проектирование межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов Урубского района. Одна из важнейших задач строительства магистрального газопровода в Учкуланском ущелье подробно рассмотрели и Тибердинское направление. Здесь будут построены распределительные сети, что позволит начать работу по социальной дегазификации. Заявки от населения уже принимаются. В Крачево-Черкесии с рабочей поездкой побывал генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. В формате двусторонней встречи стороны обсудили итоги развития электросетевого комплекса региона в 2022 году и планы на текущий. Компания «Россети» реализует в республике сразу несколько ремонтных и инвестиционных программ. Крачево-Черкесия, в свою очередь, полностью выполняет обязательства по платежам. На встрече отметили, что такой уровень взаимодействия необходимо сохранить и вместе прорабатывать новые решения по развитию электросетевого комплекса региона. Рашид Тимрезов поблагодарил руководителя команду ПАО «Россети Северный Кавказ». Затем в Доме правительства прошло и совещание с участием главы республики и руководителя компании «Россети Северный Кавказ». Вопросы, предложения и перспективы развития электросетевого комплекса Крачево-Черкесии стали основанием для рабочей встречи. Альбина Ламкова расскажет подробнее. Оценивая работу энергетиков в республике, глава Карачаева-Черкесии подчеркнул положительную динамику. Об этом говорят основные показатели в обеспечении надежности энергоснабжением. Проводится эта работа совместно с местными представителями власти, так как становление промышленного производства, туристического потенциала и инвестиционного климата в нашей республике во многом зависит от качественного надежного энергоснабжения, отметил Рашид Темрезов. Развитие инвестиционного проекта по замене ветхих сетей продолжается. В последние годы удалось все-таки и наладить основной параметр наших взаимоотношений – это платежную дисциплину. И по вашей информации, и по нашей информации сегодня мы одни из передовиков. Могу сказать, это касается не только платежей за электричество, это касается и платежей у нас и за газ, и за все другие виды коммунальных услуг. Несмотря на те или иные изменения в стране, работа ведется по подписанному протоколу. Заключили его почти три года назад. Еще есть ряд вопросов в южной подстанции, отметила руководитель региона. Решение поставленных задач требует совместной работы. Практически осенне-зимний период подошел к концу. Был он стабильным, без каких-то глобальных аварийных ситуаций, сказал руководитель компании «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. «Ротежная дисциплина на территории Карачаева, Черкесской республики, она на сегодняшний день самая лучшая в регионе. Мы прошлый год закончили, и по группе населения оплата составила 100% за потребленную электроэнергию. То есть, как бы вообще основные группы потребителей – это, соответственно, промышленные предприятия, прочие потребители, ну, скажем так, и предприниматели. То есть, как бы все платят на достаточно высоком уровне». Даже говоря о такой проблемной отрасли на Северном Кавказе, как ЖКХ, динамика положительна. Процент оплаты улучшается с каждым годом, отметила Роман Левченко. Еще сказал, что за два месяца работы уровень оплаты за электроэнергию увеличился в Карачаево-Черкесии на 5%. Проинформировал о ведении работ в реализации программы снижения потерь. Продолжается установление приборов учета в соответствии с действующим законодательством. Меняют провода. В этом году по этому направлению работа будет проводиться в Малокорчаевском районе. Еще планируют организовать в республике энергосервисный контракт. Глава региона озвучил и важную социальную инициативу. Предложил разработать совместную программу по льготам на услуги в сфере электросетевого комплекса для членов семей военнослужащих из республики, выполняющих задачи в зоне СФО. В ответ Роман Левченко сказал о необходимости в создании совместной рабочей группы. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. 27 марта – день войск Национальной гвардии Российской Федерации. Свой официальный праздничный день. Управлению Росгвардии России по Карачаево-Черкесии исполнилось 7 лет. Сотрудники территориального органа масштабно его отметили в столичном Доме культуры. С торжественного события репортаж Фатима Даурова. До начала официальной церемонии празднования дружное братье региональных печатных СМИ в неформальной дружеской обстановке поздравило сотрудников Росгвардии. Праздничное угощение традиционной халву подали с лирическими строками собственного сочинения главного редактора газеты «Карачай» Альберта Узденова. «Мы всегда знамя гордо держали, лёгкой славы себе не просили. Мы стальная броня для державы, мы гвардейцы Великой России». Официальная часть мероприятия началась с торжественного вноса знамён почётным караулом войск Национальной гвардии Карачаева-Черкесии и исполнения государственных гимнов страны и республики. Минутой молчания росгвардейцы почтили память сослуживцев, безвременно ушедших из жизни в разные годы при исполнении служебного и боевого долгов. После, с приветственными словами поздравления к сотрудникам территориального органа обратился глава республики Рашид Тимрезов. Он отметил, что на протяжении семи лет военнослужащие и сотрудники управления успешно выполняют задачи, поставленные президентом страны по охране общественной безопасности, быстро и чётко реагируют на все вызовы и изменения в обществе. Управление войск Национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской республике состоялось во многом, в первую очередь, благодаря вашему личному профессионализму, вашему служению нашей Родине. Конечно же, здесь большая заслуга и ветеранов, и тех, кто стояли у истоков создания нашего управления. И первый руководитель, Рашид Андреевич Сталпогаров, Андрей Владимирович Парковенко, достойно принял эту эстафету. И сегодня я считаю, что управление Росгварди по Карачаево-Черкесии является одной из самых лучших. Глава региона вручила отличившимся в профессии государственные награды по поручению президента России Владимира Путина, а также почётные награды Карачаева-Черкесии. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени с мечами теперь будет достойно украшать грудь замкомандира специального отряда быстрого реагирования «Клинок». Его сослуживец, заместитель командира ОМОН «Мустанг» управления Росгвардией Карачаева-Черкесии из рук главы также удостоился аналогичной награды второй степени. Бойцы и командиры подразделения специального назначения достойно представляют интересы Отечества в зоне проведения спецоперации. «Конечно, я о доме думаешь и думаешь обо всех. Бывает даже так, о прожитых годах, надо начинать думать, насколько это было серьёзно, был сделан выбор в то время, в далёкое время. Не жалеем ни на секунду, не жалеем ни в чём. Не то, что я так считаю. Время показало, что мы там оказались в нужное время. Мы это делаем правильно. И на сегодняшний день, как бы это ни звучало громко, победа будет за нами». Более 40 сотрудников Управления Росгвардии России по Карачаева-Черкесии были награждены и поощрены различными правительственными и ведомственными наградами, благодарственными письмами и медалями. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева-Черкесия. 28 марта – день возрождения балкарского народа. В праздничных мероприятиях в Кабардино-Балкарии приняла участие делегация из Карачаева-Черкесии. Творческие коллективы представили свои лучшие концертные номера жителям и гостям города Тернаус. На стадионе с самого утра работали различные выставки народных ремёсел и промыслов, детские аттракционы. Ну а главным событием праздничного дня стал концерт «Тебе, Балкария, пою» с участием звёзд Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. Государственный ансамбль танца Эльбрус, Амур Тикуев, Эльдар Жаникаев, Алим Тепеев, Башир Жашуев, Султан Байкулов, Роберт Качиев, Руслан Качиев, Руслан Мусукаев, Ауэс Зеошев обрадовали зрителей как старинными, так и современными композициями. Это праздник, все народы воспринимают как свой. Вот что это важно и что это хорошо, что все народы воспринимают это как свой праздник. Поэтому сегодня у нас делегации с Карачаева-Черкесии приехали, гости приехали. Мы хотим такой, знаете, большой праздник и для взрослого населения, и для детей, чтобы на самом деле вот этот праздник объединило людей всех. Очень важно, когда люди вот так вот собираются, общаются, это есть и объединение, это есть, наверное, всё-таки понимание людей вообще. И поэтому хочется, на самом деле, учитывая, я уже сказал, что это все воспринимают как праздник, большой праздник, хочется от имени населения Эльбургского района, от своего имени поздравить всех жителей района, всех жителей республики. Это общий праздник, поэтому хочу пожелать, не самое спокойное время сейчас, хочу пожелать нашей республике, нашему государству мира, добра и благополучия. Очень рады, что нас пригласили, поучаствовать в этом мероприятии. Мы уже зарядились этим духом хорошим, праздничным. Поздравляю балкарский народ с этим замечательным праздником. Дай Бог, теперь только процветание, никаких других вот этих отрицательных моментов в истории. Всему народу Кабардино-Балкарии большой привет от Карачаева-Черкесии. Дай Бог всем удачи, здоровья, расцветания. Исполнилось 10 лет с момента создания Министерства туризма и курортов Карачаева-Черкесии. В Доме правительства награды получили те, кто вносит большой вклад в привлечение тысяч туристов в известные курорты и обеспечивает им комфорт и безопасность. Али Баташев подробнее. Спасатели, директора гостиниц и туристических комплексов, экскурсоводы, работники музеев и сферы обслуживания, авторы книг, представители Министерства и ведомств, правоохранительных органов, общественных организаций и многие другие. Каждый приглашаемый для вручения награды внес свой вклад в развитие туристической отрасли республики. Среди наград почетные грамоты Президиума Народного собрания Карачаева-Черкесии, а также ведомственные грамоты и благодарственные письма. Я желаю всем присутствующим, конечно же, здоровья, удачи, а особенно для сферы туризма, я желаю высокого сезона, чтобы у вас хватило здоровья, выдержать этот сезон и предоставить услуги, которые требуют наши отдыхающие. За популяризацию туризма и индустрии гостеприимства оперативное информационное освещение туристической отрасли Карачаева-Черкесии благодарственное письмо получила и наша телерадиокомпания в лице директора Светланы Казиевой. Туризм является приоритетным направлением социально-экономического развития региона нашего. Мы с вами видим результаты, какие туризм развивается активно, турпоток растет, увеличится доля валового регионального продукта, налоги, создаются рабочие места, что самое главное на сегодняшний день. Цифры говорят сами за себя. Только за прошлый год Архы стал лидером по туристическому потоку среди курортов СКФО. В этом году курорт отметил знаменательное событие. Общее количество посетителей с момента его открытия достигло 3 миллионов человек. На курорте Домбай в 2023 году планируют построить и реконструировать сети горнолыжных трасс общей протяженностью 17 километров. Их планируют открыть уже к 2024 году. Кроме того, планируется строительство скоростной канатной дороги гондольного типа, апарт-отеля на 96 номеров и кафе-купол на 250 посадочных мест. Завершить работы планируют до конца 2024 года. Министерство открыто для сотрудничества со всеми, кто заинтересован в развитии туризма и повышении качества оказываемых услуг. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Мы будем помнить его героический подвиг. В актовом зале, к чему имени Умара Алиева, состоялась премьера документального фильма «Крылья», посвященного герою России, генерал-майору авиации Канамату Баташеву. Картина снята командой Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Кубань кино». Ярко отразить в своем фильме «Жизненный путь легендарного летчика» удалось авторам. Фильм «Крылья» посмотрел и Алихан Непшоков. Его путь был предначертан с детства. Стать воином, стать героем. Так старшие в родном ауле будут рассказывать о Канамате Баташеве позже. С первых минут документальный фильм о жизни героического летчика, героя России, генерал-майора Канамата Баташева, буквально заставляет проникнуться мужественным духом этого храброго воина. Авторы картины со символическим названием «Крылья» раскрыли Канамата Хусеевича как личность, который был настоящим патриотом своей страны и навсегда вписал свое имя в историю России. Его подвиг запал мне душу, и мы задались целью обязательно рассказать о нем нашему российскому зрителю, который ценой собственной жизни совершил подвиг, отметила режиссер кинокартины Ирина Сынкова. Поразило, что когда он отправился в зону специальной военной операции, ему было 62 года, а потом ему исполнилось 63 года, а через два дня он погиб. Это был осознанный шаг. То есть получается человек, рожденный в Советском Союзе, не утратил веру в свое отечество, любил свою родину, любил Россию, а когда отечеству стало грозить опасность, он незамедлительно принял решение отправиться в зону специальной военной операции. Зрители своими глазами увидели становление сельского мальчишки в цельную личность, который прошел долгий путь и стал профессионалом в сфере авиации. Документальный фильм изобилует воспоминаниям его сельчан, друзей и коллег. Первыми зрителями кино стали представители правительства, общественники, гости и жители Карачаевска. От имени главы республики благодарил свою мышную группу фильма заместитель руководителя администрации главы правительства Карачаева Черкесии Марат Хубиев и вручил благодарственные письма. Я хочу отметить глубокий смысл данного произведения, данного фильма, как в воспитательном плане, а также в увековечении памяти о наших героях, которые отдали свои жизни за нашу свободу. Зал не мог сдержать эмоции. Чувство гордости и восхищение жизнью генерал-майора Канамата Баташева можно было видеть в лицах зрителей. Именно на подвиге таких людей должна воспитываться наша молодежь, отметил исполняющий обязанности ректора КЧГУ Талсултан Узденов. Этот фильм, конечно же, про героизм, отвагу, мужество, честь. Но это еще история про воспитание и культуру в широком смысле слова. Также выразили благодарность съемочной команде Кубань кино и члены различных ветеранских организаций, а также представители региональной общественной организации Карача Ланхалк. «Я убежден, судьба Канамата должна была завершиться именно так героически», – отметил младший брат героя Мурадин Баташев. «Вот этот героический подвиг – это не какая-то случайность, а это закономерность. В фильме они очень отчетливо показали, что весь жизненный путь Канамата – это героический подвиг уже был». В ближайшее время состоится показ фильма «Крылья в Краснодаре». После кинолента пойдет в прокат. Али Халебшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Уметь раскрыть тему урока и получить бесценный педагогический опыт от коллег на базе Центра дополнительного образования «Детей Черкесии» прошел региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года-2023». Участники демонстрировали свое педагогическое мастерство, используя инновационные технические средства. В итоге победителем регионального этапа конкурса стала учитель истории из Станицы Зеленчукской Ирина Глазунова. Второе место заняла Ольга Чурсина из поселка Майский. А третье место поделили между собой учителя Фатима Бачаева из 13-й гимназии Черкеска и Белла Декушева из села Римгорское. В Орле прошло первенство России по армрестлингу. Сборная Карачева Черкесии под руководством главного тренера сборной команды Республики Бородина Иркенова завоевала на этом турнире сразу несколько призовых мест. Это позволило нашим армрестлерам начать подготовку к чемпионату мира. Наш корреспондент Белла Джозаева встретилась с тренером и его воспитанниками-обладателями первых мест первенства России Альбертом Кенжевым и Рустамом Тимирлиевым. Здравствуй, Бородин. Я рада видеть тебя с твоими спортсменами у нас в гостях. Естественно, я сразу хочу поздравить тебя и твоих воспитанников с очередными победами, с несколькими победами. В Орле состоялось первенство России по армрестлингу. У вас, как всегда, вдохновляющие результаты. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, сколько деток ты повез, сколько конкретно медалей вы завоевали. Ну и, конечно, поделился впечатлениями об этом первенстве. Туда я повез как тренер 24 спортсмена всего нашей команды. Из них 6 спортсменов сделали очень хорошие результаты. Это получается, всего мы заработали 13 медалей в общем количестве. Получается 4-5 золотых мест. Если почитать на каждую руку, мы получили 5 золотых мест. Вторые и третьи места остальные уже получаются. Те, кто вошли первое и второе место занимают, у нас абсолютно попадает в состав сборной России. Как нам известно, сейчас Федерация России наша написала письмо, чтобы нас допустили к первенству мира. Первенство мира где-то будет в сентябре, по-моему, или там дата еще неизвестна, будет в Казахстане. Если одобрят, то нашу команду Россию пустят, и мы будем представлять нашу страну уже на первенстве мира и готовиться. Бородин, хочу у тебя спросить, на твой профессиональный, уже такой опытный тренерский взгляд, ребята наши из Карачаево-Чешкесии, по сравнению с другими ребятами из других регионов, как они смотрелись? Если так посмотреть, вот смотрите, наша команда, 24 спортсмена, там остальные, Осетия, Татарстан, там многие республики или там города пришли, у них было в составе 80 спортсменов, 40 девочек, например, и 40 мальчиков, очень много. В этом году около 40, по-моему, приблизительно пришли команд на первенство России, и спортсменов было 640 спортсменов всего на три возраста. Это получается 14-15 лет юноша, то есть 16-18 лет юниора, и 19-21 молодежь получается. Вот, очень сильные конкуренты были, очень было сложно. Просто, как сравнить с прошлым годом, было, по-моему, колоссальное ощущение, эмоции, ну, было очень приятно, что вот эти спортсмены, которые, Альберт и Рустам в своих весовых категориях, они на каждую руку заняли первое место, и в общем зачете тоже заняли первое место. Это получается, они приехали в нашу республику с тремя зарядными медалями, на каждую руку и в общем зачете получается. Ребята, Альберт, в частности, хочу сейчас обратиться к тебе, я знаю, что ты с 2019 года занимаешься. Вот расскажи предысторию, как ты пришел в этот вид спорта, ну и, конечно, поделись впечатлениями о своей победе, с кем ты боролся. Занимался дома, начинал занятия дома сначала, у себя дома, там, с подручных этих предметов, как бы там, самодельные какие-то были, тренажеры у меня. И со временем я, у нас есть такое, как бы, мероприятие или фестиваль, игры народа Абаза называется. Вот, я принял там участие и стал там вторым, и после этого я на этом турнире, как бы, узнал, что есть секция в Саратюде, и решил вот сразу после этого, как бы, фестиваля, мне как-то обидно стало, что я вторым стал, и решил заняться, как бы, уже более, как бы, профессионально подойти к этому. И уже непосредственно вот в зал Саратюз приехал, там, познакомился с тренером, там, все, и начал заниматься. Это соперничество России прошло, как бы, ну, никогда не бывает легко на таких соревнованиях, такого уровня, как бы, но в этом году как-то принципиально было мне, потому что соперники были принципиальны, я, получается, в прошлом году уступил двум соперникам, которые в этом году также со мной были, и было принципиально, как бы, взять реванш, потому что в прошлом году я был с травмами, и как-то, ну, наверное, многие списали меня со счетов, и в этом году было так принципиально, как бы, поехать и выиграть у этих ребят, как бы, ну, и получилось это сделать, да. Рустам, ты у нас вообще первый раз в гостях, и сразу у тебя первое место на первенстве России, это очень хороший результат, я тебя поздравляю. Мне бы хотелось узнать, как давно ты занимаешься, чем тебя привлекает этот вид спорта, и поделись впечатлениями тоже о первенстве. Ну, изначально я лет 12 сидел дома, ничем не занимался, так иногда на турнике дома занимался, и смотрю, там пацаны, девушки тоже занимаются какими-то видами спорта, мне тоже захотелось, появилось увлечение, я пошел, начал тренироваться, начали появляться успехи, и я решил дальше быть профессиональным спортсменом. В этот раз у меня все получилось, потому что я в прошлом году тоже ездил, тогда я занял правое и четвертое место, левое и шестое, и это подтолкнуло меня на то, чтобы я смог идти дальше. Я весь год тренировался, готовился, изучал новые техники и добился результата. А как обстоят дела в вашем спортзале, знаменитом спортзале Аула Сартюс? Ну, как всегда, занимаемся с двумя группами, маленькими детьми и чуть постарше, конечно, с маленькими детьми, специально общая физическая подготовка. Чисто занимаются ОФП, больше ничем им нагрузкой, ни железа, ничего такого им нельзя и не надо. Вот занимаются, чуть-чуть растают, вот, например, Рустам тоже, его младший брат есть, тоже перспективный спортсмен. Кстати, в будущем, в следующем году, на Аллах, наверное, тоже будем пригласить, и будут хорошие результаты. Когда они вырастают, давая им нагрузку, я смотрю, какой ребенок преуспевает. И дальше, смотря, когда он занимается, я уже включаю в другую группу, старшую группу, уже занимаюсь именно для упражнениями или тренажером для армореслинга, чтобы он дальше развивался и чтобы в этом виде спорта показал какой-то результат. У нас, кстати, новый ФОК строится, в этом году будет новый ФОК, думаем туда переселиться, будет у нас зал уже, собственный зал, мы же в школе занимаемся, в октанном зале, там стернажеры, там, чтобы не мешали всем. Не только сальчузовские, конечно, вот, например, Альберт Кенжев, сколько я его помню, когда он приходил, его отец или старший брат привозили на машине и отвозили обратно. Вы можете себе представить, что с Кубина, например, тоже сальчуз вечером приехать и обратно, это же тоже какой-то потенциал же нужен для человека или для отца, для матери. Справа Кубанки, с Кумыша, там много есть у меня спортсменов. Некоторые спортсмены у меня тоже получилось, вот, чуть-чуть не получилось, в эти места, например, так тоже много хороших спортсменов. Думаю, если они тоже будут заниматься дальше, будут хорошие у нас результаты. Всем рады, пользуюсь этим случаем, отдавать своих детей для развития спорта, любым спортом. Если он будет вырастать, если он что-то выбирает для себя, найдите такую секцию и пускай занимается ребенком. Тем более сейчас все дети в гаджетах со всех этих, это очень плохо для здоровья ребенка. И он как-то скованный становится, ребенок, знаете, и психологический в этом. Так что всем родителям посоветую, отдавайте своих детей в спортивные секции, пускай занимаются. Сейчас куда готовитесь? Ты сказал про то, что на первенство мира будете готовиться в Казахстане, но до этого еще есть какие-то у вас планы? Ну, у нас сейчас первенство России, те, кто вошли в отбор, у нас есть все российские соревнования будут, студенческие, может, поедем, Калмыкия, Осетия. Ну, основной шаг мы хотим сделать на первенство России в Казахстане. Если нас пустят, ну, вы знаете, да, с какими? Первенство мира. Первенство мира, да. Знаете, да, какие сейчас обстоятельства у нас в стране остаются? Ну, если допустим, будем готовиться, будем представлять нашу Россию, республику. Если допустим, то выступим там. Самый первый этот у нас стоит на кону. Я вас благодарю за участие в нашей программе и, конечно, желаю новых побед. Спасибо, что нашли время. Спасибо вам. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok